Здравствуйте, это совместный проект Саратов 24 и ОТР. В эфире федерального канала саратовские журналисты знакомят зрителей с главными событиями региона. Взлетели в цене, а то и вовсе исчезли из прилавков магазинов. Саратовцы жалуются на нерадивых коммерсантов. Говорят, те поднимают цены на сахар и крупы. Причем намеренно создают ажиотаж вокруг продуктов. Продавцы, напротив, винят самих горожан. Меня зовут Павел Фитилев. Расскажем еще вот о чем. Необычный поезд прибыл на Саратовский вокзал. Состав из девяти вагонов рассказывает о Великой Отечественной войне. В снежном плену у Саратов накрыл южный циклон, который принес сильный ветер и снегопад. Познакомиться с творчеством знаковых художников 20 века. Картины Дали, Матисса, Пикассо и многих других мастеров, которые творили в Париже, собрали в одну экспозицию. Вышли на подиум. В Энгельсе прошел необычный показ одежды. Новую весеннюю коллекцию продемонстрировали женщины старше 60 лет. Саратовцы жалуются на отсутствие сахара и соли, а также на рост цен на продукты. На контроль ситуацию взяли областные и городские чиновники и депутаты. Все случаи необоснованного роста цен, а также отсутствия каких-то товаров, проверяющие фиксируют и отправляют в контролирующие органы. Наши съемочные группы вместе с ревизорами отправились на городской рынок и склад. На рынке привоз работа идет как обычно, даже несмотря на визит специальной комиссии. Они приехали проверить наличие товара и заодно посмотреть цены. Продавцы отчитываются. Картофель, морковь в достаточном количестве. Цены доступны 35 рублей за килограмм оптом и 40-45 в розницу. Говорят, есть как саратовские производители, так и продукты из других регионов и республик. Лук в районе 30 рублей. То есть цена не меняется, и складские помещения полные. Как уверяет нас крестьянское фирменное хозяйство, которое закладывает у себя и капуста, что у них складские помещения заполнены, и арендаторы не испытывают проблемы. Участников рейда интересуют и другие товары, те, об отсутствии которых в последнее время говорят саратовцы. Крупы, мука и сахар. Его здесь продают по 90 рублей за килограмм. Причем отмечают, привезли недавно. У нас вообще давно не было сахара. Мы где-то, наверное, не знали, в субботу или в пятницу. Спрашивают? Ну, спрашивают, да, конечно, спрашивают. Основной проблемой, на мой взгляд, является отсутствие товарных запасов и нерациональное, наверное, планирование их. В целом на складах, на оптовых запасы всех товаров есть, нас уверяют в этом. Поэтому главная задача на текущий день, я считаю, что это работать с населением, снизить вот этот ажиотаж необоснованный и не допустить, так скажем, недобропорядочного роста цен. Заглянули проверяющие в соседний с рынком сетевой магазин. На сахар саратовцы здесь устроили охоту. Сейчас полки пустые. Продавцы говорят, пенсионеры буквально дежурят у прилавков. И 120 килограммов скупили за час. Ну, вот сахара нету. В принципе, так-то я вообще-то зашла посмотреть вообще, есть он ли нету, его и нету. Я пришла в основном за сахаром. У меня ребенок, внучек ДЦП. Как кашу надо, туда-сюда нет сахара. Что мы увидели? Ну, реально увидели, что не хватает складских запасов сахара. На рынке немножечко задрались цены на гречку, на рис. Мы сейчас проводим мониторинг цен регулярно по всем магазинам. По сетевым, по мелким, мелкорозничным магазинам. Проводим сейчас вот такой мониторинг, выявляем. Если находятся какие-то недостатки, недочеты, передаем информацию в прокуратуру и федеральную антимонопольную службу. Мы проверяли цены на товары, важные для населения, на рынке и в магазине. А моя коллега Надежда Новикова поехала на склад. Надя, как там обстоят дела? Все ли есть в наличии? Вот оно, сладкое золото. Теперь так можно назвать сахар в Саратове. Его здесь почти 3000 тонн. А еще 500 тонн муки и несколько сотен тонн круп. Такова обстановка на складе резерв. Подобных хранилищ в нашем городе три. Резерв по основным позициям составляет порядка 5-7 недель. Поэтому, как бы, недостачи продукта у нас нет. Все есть в наличии, все можно приехать, купить. Весь ассортимент представлен широкой линейкой. Есть и мука, и гречка, и фасоль, и сахар, и минеральная вода. Различные виды макарон. Много есть продукции в пути, которые едут в вагонах и в автомобилях. Наличие продуктов на складе и их отсутствие в магазине здесь объясняют покупательским ажиотажем. Но уже говорят о том, что поставщики поднимают цены на продукты. В Министерстве экономики области и этот факт оправдывают большим спросом. Во всем виноваты те, кто покупает сахар мешками и по несколько пакетов соли. Эту проблему обещали решить. Сейчас руководители торговых сетей меняют свой логистический подход и решают обеспечить завоз товара по мере его реализации, возможно, даже два раза в сутки. Сейчас Саратовская область входит в десятку регионов страны по наибольшей обеспеченности населения сельскохозяйственной и пищевой продукции. Одного сахара в закромах четыре с лишним тысячи тонн. Кстати, запаса цемвпрок не советуют, так как его сложно хранить. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Этой темой заинтересовался и саратовский поэт Юрий Алексеев. Он решил написать произведение. Его творчество представляемо вашему вниманию. Я некоторых граждан понимаю, когда сомнения помножены на нервы. Они из магазинов выметают соль, сахар, крупы и консервы. Вчера еще приемлемой была цена продуктов на местах продажи. Но почему она в два раза возросла на вдруг поднявшейся волне ажиотажа? Уже официальный есть ответ. Особенно для тех, кто все скупает. Продуктов много, это не секрет. И столько много, что на всех хватает. Причины же, как видим из статей, повышенным запросом объяснили. А может здесь, для прибыли своей, волну ажиотажа запустили? Война в лицах и со звуком на железнодорожный вокзал прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Уникальная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, приехала в Саратов. Ее готовили несколько месяцев. В итоге получилось 9 вагонов, в которых 155 фигур в полный человеческий рост. Надежда Нойкова побывала на экспозиции и увидела, что значит полное погружение в реальность. Слышишь звуки взрывающихся снарядов, видишь солдат в окопах. Полное погружение в военные действия происходит в одном из вагонов передвижного музея «Поезд Победы». Уникальная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Наш город стал 90-м по счету, где побывала выставка. Одним из первых в поезд пустили журналистов. Экскурсию посетил и зампред правительства области Роман Грибов. Безусловно, для детей, для молодежи это очень полезно, потому что все-таки мы наследники Великой Победы. И мы сегодня не должны дать даже шанса вновь поднять голову фашизму. А этот вагон – это бронепоезд. Здесь фигуры солдат, и его крыша пробита. И мы видим, как в небе идет воздушный бой. Есть даже вагон-баня, где с помощью спецэффекта пустили дымок. А в багажном отделении едут кошки, точнее их изображение со звуком. Всего 18 видеостен, на которых показаны сражения, пейзажи за окном или провожающие на перроне. И более 150 фигур в полный человеческий рост. Военных, пленных, медсестер и просто пассажиров. Некоторые экспонаты настоящие, из тех военных времен. Более 4000 единиц оригинального реквизита. Более 150 фигур. Третий вагон нашей экспозиции – это электричка на фронт. Когда вы заходите в вагон, вы видите, как люди едут в электричке на фронт, держат в руках оружие. Такая фотография была сделана в 1941 году в настоящей электричке. И в нашем поезде эта фотография воссоздана и анимирована. Поезд Победы простоит на Саратовском вокзале до 12 марта. Правда, билеты на него уже не достать. Все забронировали. Около тысячи саратовских школьников смогут познакомиться с экспозицией. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. От журавлей до вечного огня развернули огромные 80-метровые триколоры. А потом спели гимн Российской Федерации. Студенты всех саратовских вузов и жители города собрались в Парке Победы. Там прошла акция в знак солидарности с президентом и его политикой. Сейчас очень важно всем россиянам быть вместе, поддерживать нашего президента и нашу армию, наших ребят, которые сейчас действительно бьются за мир во всем мире. Я считаю, это очень важно для нашей страны, особенно в такие непростые моменты, как сейчас, в сложившейся данной политической обстановке. Поэтому я надеюсь, что это поддержит наше правительство. Вы знаете, пришла на эту акцию я по одной простой причине. Поддержать страну, родину, молодежь. Молодежь у нас отличная. Патриотическую акцию организовали и провели студенты саратовских вузов. На Соколовой горе собрались более тысячи жителей города с активной гражданской позицией. Напомним, ранее учащиеся всех вузов областного центра сняли ролик с призывом объединиться и поддержать президента. А в Энгельсе на этой неделе тоже прошла акция «Своих не бросаем». С флагами Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республик участники автопробега проехали по улицам города. Затем они собрались в парке военно-патриотической техники «Патриот», где состоялся импровизированный концерт. Принять участие в автопробеге и мероприятии мог любой желающий. В Саратовскую область на этой неделе вернулась зима. Сильный ветер, снегопад, крепкий минус. В регионе установилась по-настоящему морозная погода. И все это после аномально теплых последних недель февраля. Тогда горожане обрадовались, что весна наступила раньше срока. Но, как выяснилось, только календарная. Сейчас в Поволжье хозяйничает южный циклон, который принес сильные осадки и резкие колебания температуры. Но все это продержится до конца недели, отметили в областном гидрометцентре. «Благодаря этому фронту у нас отмечается снег. И в ближайшие сутки у нас сохранится этот снег. В ночные часы это повсеместно, по всей области, умеренно. И также может отмечаться ухудшение видимости из-за интенсивности снега. Завтра уже в дневные часы у нас снег будет местами по области. И в критериях небольшого. Март у нас весенний месяц только по календарю. По нашей климатологии, март это все-таки зимний месяц. И наш март будет достаточно холодным. То есть такой отепели мы не ожидаем. Осадки также возможны во второй половине марта. Ну, весны пока рано ждать». Непогода уже принесла жителям много неприятностей. Из-за гололезицы в среду в четверг на дорогах образовались пробки. В отдельных районах Саратова и Энгельса даже возникли проблемы с движением общественного транспорта. На линии произошло несколько аварий. Крупные ДТП были зафиксированы и за городом. К примеру, в Новобуратском районе из-за нулевой видимости и метели одновременно столкнулись сразу 10 автомобилей. На время были закрыты несколько федеральных трасс. К уборке дорог и городских улиц подключились рабочие и техника. В свою очередь спасатели и сотрудники МЧС уже готовятся к борьбе с паводками. Несмотря на холодное начало весны, по прогнозам, половодие на реках начнется в последние дни марта. Это примерно на неделю раньше средних многолетних дат. «Были рассчитаны максимальные уровни весеннего половодия. И можно сказать, что на реках Правобережья, Медведица, Хаприя и их притоках половодие будет ниже нормы. А на реках Заволжья и на реках Правобережья, которые впадают в Волгу и их притоках весеннего половодия будет выше средних многолетних значений». В Саратове продолжает пополняться санкционный список товаров. За минувшие дни пределы страны покинули еще несколько крупных брендов. Компании заявили о полной или частичной приостановке деятельности в нашей стране. Как показал опрос портала «Суперджоб», мнения россиян на этот счет и разделились. К примеру, каждый четвертый россиянин заявил, что полностью откажется от продукции компании, которые ушли с отечественного рынка. Даже если они захотят вернуться. Причем некоторые респонденты высказались достаточно резко и уточнили, что выступят против возобновления работы таких предприятий. Четверть опрошенных сообщили, что будут покупать только то, к чему не найдут замену среди российских товаров, например, автомобилей и технику. Каждый третий услугами иностранцев продолжит пользоваться. По мнению тех, кто придерживается такой точки зрения, на рынке важна цена и качество продукции. Еще 18% затруднились ответить на вопрос. Аналитики также отметили, что среди тех, кто поддержит местных производителей, больше людей старше 45 лет. А вот молодежь пока не готова полностью отказаться от зарубежных брендов. Причем, как показал опрос, сложнее всего это будет сделать именно женщинам. О криминальных новостях нам расскажет официальный представитель главного управления Министерства внутренних дел области Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Павел. Саратовские полицейские раскрыли уличный грабеж. За помощью обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что вечером у ее подъезда на улице Омской неизвестный украл у нее кошелек с деньгами, в котором было 7 тысяч рублей. Она рассказала, что мужчина вызвался проводить ее, но когда она доставала ключи и сумки, подозреваемый смог похитить кошелек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. В Саратове сотрудники по делам несовершеннолетних провели мероприятие совместно с участниками проекта «Ты не один». Центры дополнительного образования пригласили учащихся с заводского района. Среди них были и те, кто состоит на профилактическом учете, и юные друзья полиции. Перед подростками выступали люди с ограниченными возможностями, которым их особенности не помешали добиться успеха в жизни. Теперь они проводят обучающие семинары и помогают другим. На лекциях взрослым рассказывают, как найти общий язык с детьми, стать им друзьями, а значит уберечь от необдуманных поступков. В проекте работают ребята-инвалиды, которые в подростковом возрасте получили инвалидность, и сегодня они передвигаются в колясках. Они рассказывали свои истории, уберегают детей на своем примере от трагедии в семье, от той боли, которую они испытали. Только за праздничные дни автоинспекторы на дорогах Саратова выявили 40 водителей, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения. 19 из них отказались от прохождения мета-свидетельствования, а пятеро ранее уже привлекались к ответственности за пьяную езду и допустили указанное правонарушение повторно. Как нетрезвый водитель, которого задержали на улице Тархова, когда он прямо на глазах автоинспекторов повернул на красный свет и попытался скрыться. При личном досмотре у мужчины обнаружили шприц с наркотическим веществом. Решением суда водитель уже назначен на пять суток административного ареста, а в ближайшей перспективе ему грозит уголовная ответственность. На этом у меня все. До новых встреч на следующей неделе. Спасибо. О криминальных новостях рассказала официальная представитель регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, затем мы продолжим подводить информационные итоги недели. Познакомиться с творчеством знаковых художников 20 века. Картины Дали, Матисса, Пикассо и многих других мастеров, которые творили в Париже, собрали в одну экспозицию. Вышли на подиум. В Энгельсе прошел необычный показ одежды. Новую весеннюю коллекцию продемонстрировали женщины старше 60 лет. Здравствуйте. С 14 по 20 марта в Саратовской области метеорологи после зимнего вторжения с обильными снегопадами обещают возвращение весенних температур. Днем от минус 7 до плюс 1 градуса, а ночью от минус 14 до минус 3. Атмосферное давление неустойчивое и довольно-таки высокое. В народе говорили, когда весна красными днями сгоняет снег, то родится хлеб. А ежели в мартовские метели снег ложится неровно, волнисто, то ожидается богатый урожай овощей и яровых культур. Праздники на неделе. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. 19 числа – чевствуют моряков-подводников. А 20 марта – праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и любимого жилищно-коммунального хозяйства. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. С начала года в регионе произошло почти 500 пожаров. 23 человека получили травмы, 26 погибли. Как объясняют специалисты, горят в основном жилые дома и бани. Наиболее частыми причинами специалисты вновь называют электрооборудование и печи. Можно ли говорить о всплеске пожаров в холодную погоду? Все подробности узнаем у Натальи Куличенковой, начальника пресс-службы регионального управления МЧС. Пожаров много, но по статистике, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, их стало меньше на 30%. Есть, правда, небольшое увеличение по количеству пострадавших на пожарах. Большая часть возгорания происходит в жилье. Около 300 случаев с начала года. За неделю крупных происшествий не было. Один пожар с пострадавшим. В Энгельсе на улице Ломоносова горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Отравление продуктами горения получил хозяин квартиры. Мужчина-инвалид. Был в нетрезвом состоянии. До сих пор находится в больнице. Также проводилась эвакуация жильцов. Были спасены 16 человек. Причина пожара устанавливается. Еще один резонансный пожар в празднике. В городе Шиханы Вольского района был вызов на четырехквартирный одноэтажный жилой дом. Горел деревянный коридор, пристроенный к одной из квартир, на площади 10 квадратных метров. Прибывшие пожарные эвакуировали через окно пожилую женщину. Как выяснилось, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовой печи. Вплотную к печке поставили сушиться матрас. Он начал тлеть. Задымление заметила ребенок. Девочка успела вынести матрас в холодный коридор. Там он и разгорелся. Девочка эвакуировалась через окно самостоятельно. Бабушку спасли прибывшие пожарные. К счастью, никто не пострадал. Профилактическая работа по предупреждению пожаров проводится ежедневно. И в зоне особого внимания инспекторов именно старый жилой фонд. Как правило, здесь установлено еще печное отопление. Проводка находится в ветхом состоянии. Многие жильцы входят в категорию неблагополучных. Это кадры с последнего рейда в самом центре Саратова. Улицы Челюскинцев, Московская, Кузнечная. Одноэтажные, двухэтажные жилые дома. Кто-то греется обогревателями, так как газ отключен за неуплату. Кто-то топит дровами печь. Везде ветхая проводка. Все это может привести к пожару. Инспекторы напоминают основные требования пожарной безопасности. Говорят, на что обратить внимание в квартирах, чтобы избежать беды. Печкой должен обязательно быть притопочный лист. Размер листа 700 на 500 миллиметров. Железный? Железный металлический. Я понял. По асбестному основанию еще. Потому что сейчас все греются, чтобы не перегружали электропроводку. Печное отопление смотрели. В большей части квартир проживают семьи с детьми. Для них особый инструктаж. Не оставлять детей одних, проговаривать с детьми основные правила безопасности. В случае в Шиханах ребенок был оставлен без присмотра на ночь. В это время и произошел пожар. Чудом удалось избежать трагедии. По печам основные рекомендации для граждан. Это следить за исправностью печи, дымохода. Не оставлять топящуюся печь без присмотра. Не сушить рядом с печью одежду, вещи. Иметь предтопочный лист. По электрооборудованию это главная рекомендация. Не оставлять без присмотра и не перегружать электросети. И вера своя, и правила. Речь о старообрядцах. Община появилась еще в Древней Руси и дожила до сегодняшних дней. Во времена смуты их преследовали. Старообрядцев насильно обращали в православие. Сейчас этого не делают. Да и встречаются они не только в селах, но и в больших городах. В одном только Саратове их больше тысячи. Олеся Науменко выяснила, как староверы живут в 21 веке. Они сохранили ту веру, которую исповедовали на Руси еще до церковной реформы. Староверы существуют и сегодня. Это не только отшельники в глухих селах, но и жители городов. В Саратове, например, их более тысячи. Мы исповедуем то, что было принесено Господом на землю, то, что проповедовали нам апостолы, то, что пришло от Вселенских соборов, семь Вселенских соборов, то прошло. Эту веру, христианскую, православную веру, мы сохраняем в веках. Мы ее не изменили. Староверы объясняют, они сохранили все, что исповедовали их предки тысячелетия назад. Последователи стареобрядчества отсчитывают свою историю с крещения Руси. Вы знаете, крестное знамя, да? Мы молимся двуперстно, мы не признаем троеперстия. И на всех иконах, которые вы можете у нас видеть в церкви, мы сохраняем именно правильное начертание наше изображение крестного знамени. Чего еще коснулось имени Христа? Мы произносим его так, как был дораскол Иисус Христос. Не Иисус, а Иисус. Долгое время староверие считалось незаконным, поэтому тем, кто его продолжал исповедовать, приходилось скрываться. Со временем ситуация изменилась. Сейчас старообрядцев не преследуют. После того, как советская власть в 1929 году отняла все три храма, прихожане перебрали сюда к Латвичинскую часовню. Здесь в 1946 году была пристроена эта часть. Как время? Получалось, в 1741 году построили одну часть, через 100 лет построили временную пристройку. Ну, как бы нужно было где-то молиться, потому что молящихся, прихожан довольно-таки у нас много. Сейчас саратовский старообрядческий храм посещают более 200 прихожан. Но в планах у староверов развиваться. Например, хотят реконструировать часовню. Дух Франции в центре Саратова в наш город привезли работы самых знаковых художников 20 века. Картины Дали, Матисса, Пикассо и многих других мастеров, которые творили в Париже, собрали в одну экспозицию. Ее постоянное место – галерея современного искусства в северной столице. Но не так давно выставку начали привозить и в другие города страны. Жанна Марченко увидела шедевры графики одной из первых. В самом центре современного Саратова можно окунуться в атмосферу французской столицы прошлого столетия. Для этого всего лишь нужно заглянуть в музей Родящего. Здесь открылась новая выставка «Мастера Парижской школы». О имена этих мастеров знает весь мир. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Андрей Матис и многие другие. Как заявили создатели арт-проекта, посетив одну только эту выставку, можно получить представление обо всех основных направлениях графического творчества XX века. А направления искусства здесь самые разные. Здесь и достаточно реалистические работы представлены, и импрессионизм, и постимпрессионизм, в том числе фавизм, экспрессионизм, ташизм. То есть самые-самые разные, практически все направления в искусстве XX века. И совершенно невероятно широкий спектр, практически все графические техники. Большая часть мастеров Парижской школы – это иммигранты. Они съезжались в культурную столицу Европы отовсюду, в том числе из России. Поэтому целый блок выставки посвящен именно нашим соотечественникам, которые искали вдохновение во Франции. К примеру, Михаил Шемякин. Для него отъезд в Париж в советское время был вынужденным. Но он смог очень быстро подхватить ту самую волну свободного поиска и творческих экспериментов. Один из его любимых мотивов – это тушеноши. Тушеноши – это гиганты, которые носили огромные туши до 400 килограмм. Вот перед нами эта работа. Посмотрите, он передавал первобытную мощь человека. Первобытную мощь и силу. И в то же время, понимаете, это не только физическая мощь. Для него это вообще воплощение мощи, силы, возможности человека. Все работы на выставке – это подлинники. Многие из них ранее были экспонатами Эрмитажа. Позже переехали в Санкт-Петербургскую галерею современного искусства. Ее создатели – известные российские коллекционеры Башмаковы. В многочисленных интервью они всегда подчеркивают, что хотят, чтобы эти произведения искусства увидели как можно больше русских людей. Поэтому выставка уже побывала во многих городах страны. В Саратове Жанна впервые будет находиться в Радищевском музее два месяца до 15 мая. Жанна Марченко, Олег Буланов, Саратов-24. Вышли на подиум. В Энгельсе прошел необычный показ одежды. Новую весеннюю коллекцию продемонстрировали женщины старше 60 лет. Дамы элегантного возраста превратили мероприятие в настоящее шоу. Вначале исполнили совместный танец в весенних платьях, а после по очереди выходили к зрителям в разных образах. Каждое появление моделей совпровождалось бурными овациями. Поддержать участниц пришли больше сотни людей. Сами же модницы рассказали, что это их не первый выход на подиум. Дебют состоялся весной 2020 года. Однако большого модельного опыта у них нет. Перед выступлением они долго репетировали, учились правильному шагу, держать осанку, красиво улыбаться и просто чувствовать себя уверенно перед большим количеством людей. Когда смотришь со стороны, думаешь, ой, да что там, сделал шаг влево, шаг вправо, туда-сюда. А когда мы в первый раз пришли, боже мой, это было что-то. У нас не получались шаги ровно, у нас не получались бедра, у нас не получались плечи, у нас вообще ничего не получалось. И мы уже говорим, нет, это было не для нас. Но когда мы пришли, нам дали домашнее задание, мы когда пришли на второе занятие, уже стало немножко понятно, что куда и что к чему. А с третьего занятия мы уже более уверенно себя считали. Мы еще нет, мы еще не модели, много надо над этим работать. Просто вот сколько с девочками я разговаривала, и все в один голос говорят, это очень тяжелый труд. Само модельное агентство 60+, открылось на базе Энгельского центра социального обслуживания населения. Оно существует уже два года. И за это время желающих освоить профессию манекенщицы становится только больше. Для женщин разработали специальную программу обучения. С ними занимаются педагоги и организаторы различных конкурсов красоты. Также дамы серебряного возраста посещают мастер-классы по созданию профессионального макияжа и причесок. А не так давно женскую компанию разбавили и мужчины. В этот раз они также присоединились к весеннему дефиле. Таковы главные новости этой недели. Информационный час продолжит рубрика «Гость в студии». Жанна Марченко поговорила с психологом Сергеем Саратовским. Он рассказал, как вернуть себе уверенность на фоне последних событий в мире. Рассказал, как побороть депрессию и панические атаки. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Бессонница, страх и тревога. Многие жители как нашего региона, так и всей страны на фоне последних событий в мире рассказали, что столкнулись с депрессией и паническими атаками. Людей не покидает ощущение нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Что делать и как помочь себе и своей нервной системе? Поговорим с психологом Сергеем Саратовским. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. К сожалению, паника, с которой столкнуло сейчас наше население, имеет место быть. Но хотелось бы узнать у вас, это нормальное явление, что так происходит? Давайте разберемся в понятиях. Во-первых, страх – это чувство. Тревога, которая его сопровождает, это реакция наша на состоявшийся страх. А вот уже паника – это сбой в программе. Это чрезмерная тревога, это нарушение собственного контроля над ситуацией. Поэтому страх и тревога – это нормальное явление для человека в неожиданной ситуации. А вот паника – это уже сбой. То есть получается и нормально, и ненормально одновременно. Да, ну, слово страх очень близко по значению со словом страж, стражник. То есть это как некая охрана, которая оберегает нас. И если возникает страх, значит возникает после этого тревога. Тревога может приводить к рациональным действиям. И, соответственно, чаще человек справляется в процессе преодоления своих страхов. Но бывает, что переходит в панику, в неконтролируемое поведение. Так, вопрос тогда отсюда такой. Как все-таки этот внутренний страх в себе побороть, как помочь себе? Ну, все мы знаем, да, что сейчас происходят события, люди переживают, и все реагируют по-разному. Может быть, есть какой-то единый совет для всех? Ну, страх – это защитное чувство, оно призвано нас сохранять. Как я уже сказал, оно очень близко по значению со слова страж, стражник. И мы не должны, наверное, опасаться своих страхов, потому что они есть у каждого человека. Но контролировать реакцию свою мы, конечно же, должны. И необходимо понять, что мы сейчас все смотрим новости. Новости совершенно разные. Многие из нас не только смотрят новости по телевизору, общаются со знакомыми, заходят в интернет и получают порой поток такой негативной информации, которая разбалансирует нервную систему каждого из нас. Потому что противоречивая информация дает нам чувство неопределенности. А вот чувство неопределенности – это как раз база для развития паники, панических настроений. Конечно же, нам нужно не только избирательно относиться к новостным лентам, но и нужно стремиться избирать те источники информации, где идет правильное размышление, рассудительный ведущий канала или программы, где разбирается ситуация грамотно, не торопясь, и человек подходит со смыслом. Если мы получаем какой-то видеоролик, который обычно присылают нам по гаджетам, то нужно отдавать себе отчет, что очень часто в 70% это будет какая-то фейковая новость. Поэтому тоже об этом нужно помнить. Потом очень важно принять, что от нас мало что зависит в больших глобальных ситуациях. Если мы примем это, то поймем, что этому можно противостоять и можно, в общем-то, быть начеку для того, чтобы так или иначе решать сложную ситуацию, разрешать сложную ситуацию. Очень важно не позволять другим людям формировать наше мнение. Вот мы сейчас с вами, допустим, зайдем в любую новостную ленту. Ну, хорошо, если там опять есть та степень рассудительности, о которой мы сейчас говорим. А если идет нагнетение ситуации, то мы можем с вами не понимать, какие люди стоят за этой новостью, кто ее составлял, с какой целью. И в итоге мы можем с вами стать жертвами как раз вот той самой ложной новости или фейк, как сейчас уже принято называть подобные новости. Также важно понять, что человек состоит из того, что он поглощает. Это не только продукт питания, это еще и информация. И вот представьте, что морковку перед едой мы моем, а информационную морковку не моем. В итоге во что превращается наша жизнь? Да. И наша жизнь превращается в кромешный ад без ада. То есть еще нет ситуации, которая могла бы действительно спровоцировать какую-то опасность для нас. А мы уже заранее переживаем, заранее нервничаем и поступаем без оглядки. Ну, важно понимать, что все имеет временный характер, рано или поздно тайная ситуация закончится. У нас с вами буквально недавний пример. Это несколько волн коронавируса, которые, наверное, сходят на нет. И уже умение сопротивляться в какой-то степени у нас выработалось вот этим вот фейковым новостям. Но, наверное, еще не полностью, раз уж мы все время, так скажем, переживаем, нервничаем, пытаемся со всеми поделиться. Ну и накручиваем таким образом себя и своих близких. Необходимо наполнять свою жизнь позитивом. И это тоже очень важно. В любой сложной ситуации вспомните тяжелые годы, которые много-много раз переживала наша страна. Рождались великие люди, рождались, для нас они рождались, сочинялись великие стихи, песни и так далее. То есть рано или поздно люди начинают обретать некое успокоение и жить полноценной жизнью, уже учиться сопротивляться тем сложным обстоятельствам, помогать другим и включаться в такой позитивный жизненный процесс. К сожалению, хотела добавить, что во многих коллективах сейчас царит такое напряжение, что люди друг с другом ругаются, что-то выясняют, просто доходят до какой-то точки кипения даже среди тех людей, которые хорошо друг с другом общаются, которые дружат. Что делать им? Может быть, тоже что-то посоветуете? Во-первых, все мы находимся в определенных мессенджерах, группах состоим, где тоже идет зачастую обмен мнениями негативный. Во-первых, нужно однозначно избегать таких групп, стараться вот этих панических настроений избегать. Во-вторых, нужно понимать, что мы имеем право на собственное мнение, но не всегда уместно его озвучивать. И, наверное, это тоже способ преодоления коллективных конфликтов, если мы каким-то образом избегаем острых оценок, крайних оценок ситуации. Я думаю, что здесь лучше все-таки стараться воздерживаться от обсуждения вот этих вот проблемных моментов, если мы не уверены в реакции окружающих, ну, по крайней мере, в понимании со стороны окружающих. Да, как сейчас шутят, что многие резко стали экспертами, политологами. Были же недавно вирусологами. Ну, ходит такая шутка. Примерно так. Но здесь нужно, наверное, исходить из того, что мы должны доверять специалистам в той или иной ситуации. Это могут быть и врачи, это могут быть и политики, это могут быть и военнослужащие, и психологи, и учителя, и так далее, и тому подобное. Потому что быть одновременно специалистом во всех сферах невозможно, но есть люди, которые больше понимают в этих вопросах. Поэтому лучше полагаться все-таки на авторитетное, проверенное мнение. Если это не фейк, если это не стремление посеять панику, то информация преподносится достаточно четко, ясно. Не какой-то там дрожащий экран, обрывки фраз, как это обычно бывает в фейковых роликах. В общем-то, здесь нетрудно достаточно определить, что является правдой, что является ложью. – Интересно ваше мнение, как специалиста, могла ли затянувшаяся пандемия, когда люди еще, может быть, в постковидном синдроме находятся, в этой депрессии, как-то усугубить ситуацию, то, что сейчас такое напряжение? – Конечно. Вот это длительное рассоединение людей, ранее пребывавших в постоянном общении друг с другом, привело нас к тому, что называется гаджетозависимость. То есть это полная зависимость от своих смартфонов, когда мы информацию черпаем уже не от людей, не обсуждаем, не рассуждаем, а мы получаем ее односторонне, не успеваем ее перерабатывать, наш мозг не выдерживает в итоге, и происходит сбои. – Поэтому нам остается только себя успокоить сейчас как следует, и, как вы сказали, настроиться на то, что все закончится. – Да, вот для этого, наверное, очень важно погрузиться немножечко в историю своей семьи, ведь очень многие проходили эти проблемы в жизни, да, даже на заре XX века была и революция, была и Великая Первая мировая война, потом была и коллективизация, и раскулачивание, и НЭП, и потом Вторая мировая война. Мы много, в общем-то, пережили, наши предки очень много пережили, и вот умение выходить из сложных ситуаций, оно заложено нами предками. Поэтому очень важно разговаривать со старшим поколением, очень важно понимать, как наши близкие справлялись с этим. И тогда будет гораздо проще и легче формировать свою собственную позицию и отношения. – А как себя немножко отвлечь, может быть, какими-то такими приятными вещами, чтобы все-таки настроиться на позитивные мысли? Ну, не кроме того, что ты ограничишь, да, вот эту информацию негативную, может быть, побольше гулять, побольше все-таки общаться вживую? – Конечно, здоровый образ жизни. Если вы какие-то дела откладывали на потом, допустим, связанные с вашими увлечениями, хобби, то к ним лучше всего вернуться. Если вы не можете сформулировать свой страх, не можете сформулировать свои мысли, пишите дневники и, соответственно, формулируйте там свое отношение к текущей ситуации. Вам будет проще в дальнейшем сформировать свою позицию. Ну, для верующего человека всегда есть молитва для людей, которые склонны, допустим, более рационально решать какие-то вопросы. То для них медитация, релаксация, аутотренинг и так далее, и так далее. Ну, и очень важно не выключаться, правильно вы говорите, с процесса общения. Очень важно делиться с людьми, которые для вас являются авторитетом, которые вам однозначно желают хорошего, и которые никогда не подводили в своих советах. Хотелось бы также узнать, та внутренняя тревога, да, и депрессия в том числе, и те состояния, в которых находятся люди, они могут как-то подорвать здоровье? Конечно, конечно. Дело в том, что стресс – это всегда накопительное явление. Я всегда привожу такую метафору. В котором стоит большое дерево крепкое, дуют ветра, шумят грозы, идут дожди, снега, ничего этому дереву не делается. Но стоит завестись маленькому червячку, это наши микрострессы, и дерево рухнет под их тяжестью, да. Поэтому очень важно научиться от этих стрессов освобождаться. Опять-таки, это интересный образ жизни, позитивный, позитивный настрой, общение с окружающими, ну и, соответственно, постоянная проработка тех источников информации, откуда вы эту информацию получаете. Это тоже очень важно. К сожалению, да, если мы продолжим тему информации, сейчас поступает и много фейковой информации о том, что необходимо быстрее закупаться, о том, что запаса продуктов в нашем регионе хватит буквально на неделю, или, может быть, даже меньше. Даже моим знакомым уже поступало много звонков с Казахстана, с каких-то других регионов о том, что быстрее тратить деньги. Вот сейчас, наверное, могут и мошенники активизироваться, действительно, пользуясь случаем. Они активны во все времена, и когда у людей много денег, и когда у них денег немного, самое главное, они всегда опираются на чувство страха человека за свое здоровье, за здоровье своих близких, за безопасность. Естественно, они играют либо на амбициях человек, это тоже очень важно, мы же все пытаемся близких защитить, это тоже на этом могут сыграть. Поэтому нередки случаи, когда люди переводят большие деньги мошенникам, те настолько убедительны, поэтому всегда задавайте себе вопрос, кому это выгодно. И с какой-то стати добрый дядя или тетя позвонили, и, в общем-то, ту или иную предложили схему, скажем так, для решения тех или иных проблем, хотя вы их об этом не просили. Потом есть возможность решать все в официальных структурах, в официальных офисах банков и так далее, поэтому никогда не решайте ничего по телефону, даже если вам звонят экстренно. Чем более экстренно вам звонят, чем более на вас давят, тем больше необходимость задуматься, тем надо ли это делать. Но не называя автора, я бы все-таки, наверное, озвучил бы, какой тематики книги имело бы смысл сейчас людям ознакомиться. Выход интернета есть и у всех, и книжный магазин, слава богу, открытый, и, слава богу, там много полезных фолиантов. Это манипулирование и защита от манипуляций, пиар черный и белый, это скрытое управление человеком, психология манипулирования и манипулирование сознанием. Вот в этих рамках психологи давно уже изучили все эти факторы. Чтобы вот этого безумного поведения с нашей стороны не было, можно просто понять, как этому противостоять. Схемы все, в принципе, очень похожи у манипуляторов, у мошенников. И если вы их изучите, освоите, то никакая сводка тревожная, никакое экстренное сообщение негативного характера не повлияет на вас. А если совсем тяжело, то дорога к специалисту, я правильно понимаю? Да, но, к сожалению, не так активно сейчас психологи в публичном пространстве. Хотелось бы, чтобы было активно, иначе мы будем вкладывать все свои силы и средства больше в прозападную психотерапию, когда люди сидят на антидепрессантах, чего, наверное, нужно максимально избегать. И постараться, конечно же, поддерживать в себе, наверное, то понимание, что человек не просто так живет в этом мире. У него есть миссия. Эту миссию необходимо выполнять. Поддерживать других, быть на позитиве, стремиться общаться. Ну и самое главное, не забывать о том, что рядом с вами есть другие люди, для которых вы должны служить хорошим примером. Спасибо вам большое за то, что подробно ответили на все мои вопросы. И, возможно, вы могли нашим телезрителям как-то действительно успокоиться и настроиться на позитивные мысли. Спасибо вам. Приглашайте всегда. Психолог Сергей Саратовский рассказал, как справиться с паникой и тревогой на фоне последних событий в стране и мире. И о том, как правильно реагировать на большой поток информации, которая может повлиять на психическое состояние людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова